Депутаты Госдумы пересматривают налог на транспорт. Уже известен перечень автомобилей, которые освободят от фискальной нагрузки. Недовольство сбором нарастало давно. Это проявлялось в уклонении от уплаты налога, который не учитывал многих факторов. Что изменится в законодательстве, разбиралась Александра Томей. Налог на транспорт взимается региональными властями и пополняет федеральный бюджет почти на 150 миллиардов рублей в год. Но он не радует большинству автовладельцев, так как не учитывает многие факторы. Например, реальную эксплуатацию машины. Ситуацию усугубило повышение акцизов на топливо, поэтому регионы накопили долг перед казной на сумму в 2 триллиона рублей. Перемены назрели, поэтому в конце 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина этот долг обнулили. А сейчас стал известен перечень транспортных средств, которые не облагаются сбором. Среди них легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные или приобретенные через органы соцзащиты, специальные автомашины, зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и транспортные средства, находящиеся в угоне. Если льготу не учли в полученном уведомлении или она возникла впервые, нужно подать соответствующие заявления в любой налоговый орган. Александра Томи, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok